Все, коллеги, здравствуйте. Мы включили видеозапись. Надеемся, что все еще раз ее посмотрят, когда мы направим эту видеозапись всем участникам конкурса. Рада вас приветствовать. Спасибо большое, что нашли возможность присоединиться к нашей установочной встрече для экспертов грантового конкурса «Планы содействия развития коренных и малочисленных народов Севера Сахалинской области». Мы очень признательны за вашу готовность и за ваше участие в экспертизе заявок этого конкурса. Мы с вами уже на протяжении третьего года будем работать в рамках этого конкурса, и Центр «Гарант» выступает оператором конкурса. И я представлюсь, если вдруг кто-то меня забыл. Меня зовут Екатерина Гудалина, и я работаю в Центре социальных технологий «Гарант». И мы совместно с компанией «Сахалинская энергия» проводим этот конкурс. Сегодня вместе со мной на встрече специалист компании Лина Жамьянова. Лин, пожалуйста, если у вас есть возможность, включите микрофон. Может быть, краткое приветствие экспертов и немножко о конкурсе расскажите. Здравствуйте, уважаемые эксперты. У нас конкурс проводится по направлениям согласно, в соответствии с положением плана «Сахалинская энергия» грантового конкурса. Это цели, которые разрешают социальные проблемы населения из числа коренных малочисленных народов Севера. В основном, какая у нас есть направленность – это, естественно, проекты, реализующие направления в отношении культуры коренных народов. Это у нас четыре этноса – Уильта, Ниевхи, Венки и Нанайцы. Соответственно, у нас семь районов традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Но ситуация такая складывается, что сейчас в настоящее время, я сразу перейду к проблемам, у нас одна из важнейших проблем, что заявляющие себя на реализацию традиционной экономической деятельности, как правило, хотят получить дорогостоящее оборудование и при этом не соблюсти наши основные положения. Очень большая просьба обращать внимание на те проекты, в которых требуют или просят или хотят приобрести, например, сложную технику, но при этом не представляют какие-то, скажем, проблемы с оформлением этого. То есть они хотят приобрести это у физического лица, например, да, это прямо запрещено положением. Плюс они еще хотят приобрести по цене, которая не соответствует рынку. Эксперты тоже могут обратить на это внимание и хотя бы предупредить вот тех людей, которые на конечном этапе будут принимать решения, а это у нас члены Совета Фонда по устойчивому развитию, что проект не реализуется на тех условиях, которые оформлены в заявке. Ну и, конечно, да, у нас очень много работы проведено Центром Гарант по обеспечению грамотного составления, заявки, описания проектной деятельности. Но при этом вы сами можете понимать, что люди реализуют свои пожелания и свои желания, при этом не понимая, что они должны при этом реализовать социальный проект. Это важно. Важно именно то, что они должны описать все в том плане, в каком это реализуется на фоне существующих реалий, а не так, как вот они думают, что в чистом поле они там завели там себе снегоход, и они получили там что-то прям супер важное. Но при этом мы же понимаем, что многие, которые живут на земле, занимаются конкретно рыболовством, они могут на самом деле помогать своим сообществу. И плюс, конечно, важно еще понимать, что те культурные проекты, направленные на развитие языков, на разработку книг, допустим, на реализацию социальных проектов, мероприятий, они также важны, но они тоже должны осуществляться на основе реалий. То есть это не может человек купить у мастера, просто у мастера какие-то там закупы сделать. И вы как эксперты можете сказать, что на самом деле для того, чтобы, ну как вы понимаете, например, для того, чтобы человек приобрел национальные костюмы, он должен понимать, что он делает, для чего он это делает и как именно он должен это видеть, всю эту проектную деятельность, а не только что это, просто приобретение, например, национальных костюмов. Ну вот такие вот моменты, которые просто проблематика, с которой мы сталкиваемся уже, и которая потом в основе нашей деятельности дает такие проблемы, как неотчетность, или там плохая отчетность, нереализуемость в проекте. И это очень сказывается на значимости и важности социальной программы. Мы надеемся на вашу помощь, конечно, и если есть какие-то вопросы, мы готовы. Лин, спасибо большое, да. Я надеюсь, что вы сейчас с нами еще останетесь. Если будут у коллег вопросы, то они сразу могут вам их задать и вы прокомментировать. А я сейчас все-таки немножко поподробнее расскажу про конкурс, напомню, потому что эксперты с нами уже не первый год, но все равно конкурсов много. Для такой общей сонастройки я бы некоторые моменты все-таки подсветила. Сейчас я презентацию запущу. Грантовый конкурс, как Лина сказала, проходит в рамках плана содействия развития коренных и малочисленных народов Севера. Плану уже почти 20 лет. Это уже четвертый план реализуется компанией при поддержке компании «Сахалинская энергия». И компания системно и устойчиво поддерживает общество коренных и малочисленных народов в Сахалинской области. Цели конкурса Лина обозначила кратко. Я лишь хочу отметить, что конкурс направлен на выявление и поддержку лучших проектов некоммерческих организаций и учреждений, направленных на осуществление конкретных мероприятий по решению общественно важных проблем и содействию устойчивому развитию коренных и малочисленных народов Севера Сахалинской области. Развитие потенциала КМНС Сахалинской области, в том числе и управление фондами и программами социального развития. Решение социально значимых проблем сообществ КМНС Сахалинской области. Ну а также реализацию мер, направленных на достижение задач и целей устойчивого развития и национальных проектов России. Поэтому у нас такие большие задачи к этим проектам. И вот мы на протяжении нескольких лет работаем с заявителями. Мы отмечаем рост качества заявок, но все равно мы еще работаем на перспективу, чтобы наши заявки от заявителей соответствовали всем целям нашего конкурса. Участниками конкурса могут быть общественные некоммерческие организации и учреждения, проекты которых реализуются в интересах коренных малочисленных народов Сахалинской области, а также сами инициативные группы граждан из числа КМНС. Но в этом случае заявка все равно подается в партнерстве с некоммерческой организацией, которая будет являться партнером проекта и получателем средств, фактически администрировать проекты и администрировать все финансовые средства, которые получит организация на реализацию проекта инициативной группы. Поэтому, пожалуйста, особенно по проектам инициативных групп, посмотрите, пожалуйста, у нас очень щедрые учреждения и некоммерческие организации, они достаточно вольготно подписывают все эти инициативы, которые предоставляют им члены инициативных групп. Но тут нужно тоже смотреть, насколько эти проекты вообще могут быть реализованы вот этой некоммерческой организацией, от которой подается заявка. Потому что если вдруг там опять появляется покупка транспортных средств, покупка какого-либо вида транспорта и так далее, то мы все понимаем, что получателем средств является организация, и в этом случае все должно встать на баланс организации. И тогда у организации начинают возникать все вопросы с управлением этими транспортными средствами. Поэтому, пожалуйста, когда вы будете читать такие проекты, обращайте на это внимание, если это не проекты, поданные от общин. С общинами там немножко другой контекст. От одного заявителя организации может быть подано не более пяти заявок. Не удивляйтесь, если вдруг вам попадется несколько заявок от одного заявителя. Мы старались сделать так, чтобы такого не получалось. Но может быть, потому что от некоторых организаций нам действительно пришло по пять заявок. Но обычно заявки носят разный характер, они в разных направлениях подаются. Поэтому, пожалуйста, вам не нужно делать выбор, какую заявку поддержать. Количество заявок от организаций не кватируется. Поэтому если вы видите, что проекты достойные все, например, то можно все поддержать. Если вы видите, что есть какие-то замечания к проектам, то, пожалуйста, это в итоговом выводе эксперта сделайте. И от каждой инициативной группы может быть подана только одна заявка. Ну и напоминаю, что в партнерстве с некоммерческой организацией. В этом году увеличена максимально запрашиваемая сумма по сравнению с прошлым годом. У нас проекты, в которых предусмотрены федеральные и региональные мероприятия, максимально запрашиваемая сумма 800 тысяч рублей. И для остальных проектов 700 тысяч рублей. Сумма действительно адекватная, сумма большая для года реализации проекта. Поэтому, пожалуйста, смотрите, как будут использоваться эти денежные средства заявителями. Что мы понимаем под проектами федерального и регионального уровня? Это возможность выезда организаций, участников за пределы Сахалинской области. Тогда мы называем это мероприятие федерального уровня. И также мероприятие регионального уровня, когда, например, в одной территории съезжаются несколько представителей с разных муниципальных образований Сахалинской области. Тогда мы считаем это региональным мероприятием. Продолжительность проекта тоже изменилась. В прошлом году у нас были 6 месяцев, короткие проекты. В этом году продолжительность проекта в 12 последовательных месяцев. Вот здесь тоже, пожалуйста, обращайте внимание на календарный план. Иногда заявители сильно сокращают срок реализации своего проекта. Например, выбирая только проекты до конца декабря. Считая, что за 6 месяцев они все успеют сделать. И в этих проектах, это обычно проекты от общин, и они часто закупают какое-то либо оборудование, транспортные средства, мотоходы, болотоходы, моторные лодки, там еще что-то. Некоторые изготавливаются на заказ, и это требует времени. Учитывая еще особенности региона Сахалинской области, некоторые они заказывают на материке, доставка, все это увеличивает срок. Поэтому, например, при закупке болотохода предусмотрен сбор дикоросов в сентябре, в августе. Но нам надо понимать, что изготовление болотохода, доставка его, это процесс там от 3 до 4 месяцев занимает по опыту, как мы теперь знаем. И если вдруг вы понимаете, что заявитель до декабря это не успеет сделать, и у вас есть сомнения по этому поводу, то, пожалуйста, в итоговом комментарии нам сделайте отметку, что заявитель выбрал нереалистичные сроки для реализации проекта. В этом случае у нас будет возможность, если вы посчитаете проект рекомендовать к поддержке, и он будет утвержден вышестоящим органом, то в этом случае мы будем работать с заявителем и изначально предлагать увеличить срок реализации проекта еще на этапе подписания договора. Направления финансирования на вашем экране, они не изменились, они остались как в прошлом году. У заявителя есть возможность в заявке выбрать несколько направлений, отнести свою идею к нескольким направлениям, поэтому тоже, пожалуйста, обращайте на это внимание. Может быть так, что проект заявитель отнес к традиционным знаниям национальной культуре и языкам и к традиционной хозяйственной деятельности. В принципе, это допустимо. Обращайте на это внимание. Процедура оценки заявки включает три этапа. Первый этап успешно пройден. Все заявки проверены на соответствии формальным критериям конкурса. Коллеги из «Сахалинской энергии» все это сделали. Допустили тех, кого нужно допустить. Не допустили тех, кто не соответствует требованиям конкурса. Поэтому к вам придут уже те заявки, которые точно всему соответствуют и должны быть оценены. Сейчас мы с вами находимся на втором этапе независимой экспертной оценки. У нас с вами короткие сроки экспертизы. Мы надеемся на ваше понимание и возможность в короткий период поработать над экспертной оценкой заявок конкурса. И на третьем этапе рассмотрение Советом фонда по устойчивому развитию. Это вышестоящий орган. И Совет фонда принимает во внимание все итоговые оценки экспертов, все итоговые выводы экспертов. И уже на основе этого подводит итоги и объявляет результаты конкурса. Мы надеемся, что в июне мы уже сможем к июлю профинансировать проекты заявителей. Процедура независимой оценки экспертов тоже не изменилась. Она осталась так же, как в прошлом году. Каждая заявка оценивается двумя экспертами. Мы распределим вам заявки по электронной почте. Количество заявок небольшое, поэтому мы не используем никаких технических решений, никаких технических платформ для работы с конкурсом. Мы предлагаем достаточно простое и удобное решение электронных Google таблиц. Google таблицы уже созданы, заявки нами уже распределены. И сегодня в течение дня, завтра утром заявки будут направлены вам по электронной почте. Поэтому, пожалуйста, проверьте, чтобы все получили. Каждая заявка будет оцениваться по 14 критериям. Пожалуйста, не пугайтесь. По 14 критериям мы только выставляем балл и просим экспертов написать итоговый комментарий по заявке. Мы не просим больших комментариев. Нам нужна только суть, плюсы и минусы заявки. На что стоит обратить внимание, что вас смутило. Или наоборот, что вам кажется важно отметить в этой заявке. Может быть, что-то вам понравилось, что-то впечатлило, что-то вдохновило. Что-то кажется вам важным отметить. По результатам оценки заявки на участие в конкурсе, вам нужно будет вынести итоговый вывод по заявке. И здесь итоговый вывод четко привязан к количеству баллов. Поэтому тут не будет такого, знаете, эмоционального светофора, что по баллам заявка набирает низко, а вы ставите зеленый цвет. Нет, пожалуйста, придерживайтесь баллов. И на самом деле в форме заявки мы сразу же уже запрограммировали, чтобы по итогам баллов этот итоговый вывод формировался. Проект не рекомендуется к поддержке, если заявка набрала от 0 до 28 баллов. Проект неплохой, но есть недочеты, если проект набирает 29-47 баллов. И проект рекомендуется к поддержке, если проект набирает 48-58 баллов. На слайде представлены критерии первой группы, это 4 критерия, но они достаточно простые, вы легко с ними справитесь. Здесь оценка по этим 4 критериям проводится по 2-бальной системе, соответствия или несоответствия заявке данному критерию. 0 баллов мы выставляем, если не соответствует, 2 балла, если соответствует. Оценка в 1 балл не выставляется. Критерии второй группы, 10 критериев. Критерии достаточно такие объемные, критерии важные. Возможно, в текущих заявках вы не увидите в полном виде информации по этим критериям. Мы на проектных семинарах, когда были на Сахалине, обращали на это внимание, что эксперты, читая заявки, должны найти информацию, чтобы выставить оценку по этому критерию. Но не всегда наши заявители понимают, как именно нужно эту информацию заявки отразить. Поэтому, пожалуйста, мы просим некоторого снисхождения к заявителям, потому что они действительно старались и делали максимум возможного, чтобы этим критериям соответствовать. Здесь 10 критериев, но мы рассчитываем, что это как раз наша работа, работа на вырос, чтобы заявки от года к году соответствовали им и набирали высокие баллы. Критерии второй группы представлены сейчас у вас с выдержкой на слайде. У вас будет положение проведения экспертной оценки независимой. Там будет все подробно расписан каждый критерий и соответствие каждого балла. Критерии второй группы оцениваются от 1 до 5 баллов. Ноль не выставляется. И для каждого балла есть описательный элемент, что должна содержать заявка, чтобы получить балл соответствующий. Один балл самый низкий, 5 самый высокий балл. Промежуточные баллы 2 и 4 могут выставляться. В том случае, если по указанному критерию вы понимаете, что заявка выше единицы, но не дотягивает до 3. И соответственно четверка выше тройки, но не дотягивает до 5. Половичные оценки и десятичные оценки не выставляются. То есть там 2,5, 3,7 не могут быть. Но мы на самом деле тоже запрограммировали программу, Google таблицу, чтобы у экспертов не было возможности каких-то половинок нарисовать. В оценочной форме. Напоминаем некоторые обязательства эксперта. Мы просим ознакомиться с положением о конкурсе и порядке проведения экспертной оценки. Вроде бы такой формальный. Почему мы про это напоминаем? Потому что эксперты вроде все всегда читают. Но мы понимаем, что конкурсов действительно много сейчас в работе у экспертов. И все равно у каждого конкурса есть свои особенности. Поэтому даже если вы были с нами на протяжении предыдущих двух лет, мы все равно просим вас внимательно с этими документами ознакомиться. Мы просим не разглашать ваш статус, пока не будут объявлены итоги конкурса. Мы просим не разглашать список и перечень тех заявок, которые пришли к вам в работу на оценку. И просим сообщить, если вдруг так случится, что у вас появился конфликт интересов с заявкой, которая пришла к вам на оценку. Сообщите нам об этом. Мы вам заявку заменим оперативно. И чтобы все осталось в том же количестве, как мы запланировали. Как я уже сказала, Центрогрант является оператором грантового конкурса. Поэтому все юридические вопросы по заключению договора, по выплате вознаграждения будут решаться нами, именно со мной. Поэтому до 27 мая я напишу вам еще письмо вместе с ссылкой на оценочную форму. И запрошу личные данные для заключения договора. Что нам будет важно в договоре? Определиться, будете ли вы работать с нами как физическое лицо или как самозанятый. Нам это очень важно определить до 27 мая, потому что с прошлого года все договоры с физическими лицами должны регистрироваться в налоговой. Поэтому я прошу, если вдруг вы сейчас можете сказать, какой договор мы будем заключать, можно это будет написать. 25 мая заявки будут уже у вас в работе, поэтому можно будет сразу же приступить и оценивать их. Оценка заявок должна завершиться 5 июня, в том числе спорных. У нас обычно мало спорных заявок по этому конкурсу, но все равно бывают. Поэтому нам нужно 2 дня для того, чтобы мы эти дополнительные экспертизы назначили. Поэтому мы будем очень признательны, если вы завершите оценку 3 июня. Вот эти 2 дня нам нужно, чтобы, если что, договориться с экспертом, кто взял дополнительные заявки в работу, чтобы он оценил. И еще обработать результаты и предоставить итоговый рейтинг, итоговую таблицу в компанию для принятия итогового решения. Мы подпишем акты с экспертами в течение одного месяца с даты завершения экспертизы. Здесь указан максимальный срок. Мы, конечно, будем делать это быстрее. И мы обычно стараемся максимально оперативно выплату вознаграждения экспертам произвести. Вознаграждение за оценку одной заявки составит 1300 рублей. С учетом НДФЛ, если вы работаете как физическое лицо, НДФЛ мы сразу удерживаем и оплатим. И если вы работаете как самозанятый, то 1300 рублей будет перечислено вам на ваш расчетный счет в банке. От вас нам потребуется только чек о том, что вы вознаграждение получили, услуги оказаны. Представлена моя контактная информация. Я буду на связи с вами на протяжении всей экспертной оценки. Поэтому, если у вас будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. По почте, в мессенджерах, по телефону я с удовольствием с вами пообщаюсь и проконсультирую по какому-либо вопросу. Вот это была краткая информация о самом конкурсе. И сейчас я бы хотела еще показать, как будет выглядеть ваша оценочная форма. Оценочная форма будет традиционно в формате Google таблицы, как я уже сказала. Мы постарались в этом году еще ее немножечко усовершенствовать, чтобы вам было удобнее с ней работать. Смотрите, сейчас у меня стоит стопроцентный масштаб. Вы, в принципе, в зависимости от вашего устройства, на котором работаете, если у вас большой монитор, то вам, скорее всего, будет удобно работать со стопроцентами. Если монитор поменьше, то можно уменьшать до 75, тогда поле становится более обозримым для работы с заявками. Слева в столбце будут перечислены заявки, которые пришли к вам в работу. Они все с активными ссылками. При нажатии на ссылку открывается папочка. Вы на нее нажимаете и переходите. Сейчас вот вы видите на вашем экране, я надеюсь, что у вас показываются документы, которые относятся к этой заявке. Обратите внимание, что здесь есть сама заявка и дополнительные материалы, которые заявитель решил приложить, чтобы у эксперта сложилось более полное впечатление о заявке. Здесь могут быть какие-то письма поддержки, благодарности, коммерческие предложения, подтверждающие реалистичность запрашиваемых сумм. Поэтому, пожалуйста, внимательно изучайте документы, которые приложены к заявке. Они действительно могут быть важными. Но не всегда. В папках вы увидите какие-то дополнительные материалы. Это и было необязательным условием участия в конкурсе. Поэтому в некоторых папочках вы увидите только одну заявку. Ну, значит, заявитель решил предоставить только этот материал. Поэтому мы будем работать с тем, что подготовил заявитель. Вернусь к форме. Поэтому все легко открывается. Как только получите таблицу, пожалуйста, проверьте, что все заявки открываются и все видно. Может быть, какие-то настройки мы не поменяли. Мы вроде все проверили. Но так может случиться, что что-то пойдет не так. Поэтому всегда давайте нам знать. И мы быстро все поправим. Смотрите. Первые четыре критерия. 1, 1, 4. У нас вот здесь в каждом уголочке есть подсказка, на какой балл нужно выставить. 0 или 2. И в этом году мы тут запрограммировали, что вы просто выбираете 0 или 2. И в соответствии с этим подкрашивается ячейка, чтобы вы видели, что вы заявку оценили. Например, если вы выберете 2, то ячейка подкрашивается зеленым, заявка соответствует. Если смотреть по следующим 10 критериям второй подгруппы, мы здесь тоже сделали подсказки, чтобы вам было удобно выставлять баллы. Здесь от 1 до 5. Здесь вы тоже выбираете. Например, в тройку вы пишете, что организационный потенциал соответствует 3 баллам. И форма подкрашивает ячейку в желтый цвет. Наличие четко сформулированной проблемы, вы пишете, что заявитель четко формулирует. Вот 5 баллов, заявка тоже красится ячейкой. Ну или вдруг что-то пошло не так, логическая связанность не очень заявки. Вот 2 балла. Обратите внимание, форма считает итоговое количество баллов. И сразу же окрашивает ячейку в соответствии с тем выводом, который должен быть сделан экспертом. 36 баллов, это соответствует тому, что заявка неплохая, но есть недочеты, поэтому итоговый вывод по заявке проект требует доработки. То есть в случае принятия решения по поддержке заявки, заявка будет заявителем дорабатываться в тех моментах, на которые вы укажете в своем итоговом выводе. Поэтому, пожалуйста, вот здесь в ячейке ваши выводы напишите. Если вы понимаете, что тут вместо вам не хватает, пожалуйста, мы поля никак не ограничивали, не закрывали. Можете там раздвинуть ячейку, как вам удобно, и написать все, что вам кажется важным вот в этом содержательном комментарии. Мы постарались максимально сделать вашу работу удобной, с формой. Мы вас очень просим не скачивать таблицу к себе на компьютер, а оценивать ее в онлайн-режиме. Мы понимаем, что может быть это неудобно, но с другой стороны это позволяет нам видеть прогресс. Это позволяет видеть нам и быть спокойными, что вы работаете с оценкой заявок, не переживать и не дергать вас лишний раз. И если вдруг что-то мы заметим, что что-то пошло не так, то мы сможем это оперативно поправить, нежели чем потом переносить из такой таблицы в онлайн. Вот, это, наверное, все, что я хотела сказать об основных моментах конкурса и в основных моментах работы с индивидуальной оценочной формой эксперта. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, то мы с Линой готовы на них ответить. Ольга, смотрите, у нас нет ограничений. Мы сделаем с вами договор как самозанятые, и там ограничения есть, если вы были бы нашим штатным сотрудником. Поскольку вы не были штатным, поэтому никаких проблем нет. Мы легко перейдем на новую форму занятости, и нам и вам будет удобнее. Если есть какие-то вопросы содержательные, даже если их сейчас нет, и вдруг они появятся после, то я с удовольствием всегда на них отвечу, прокомментирую. Ограничения по бюджету. Галин, спасибо большое за вопрос. Мы не стали выписывать этот на слайд, потому что большой список ограничений по бюджету. Мы надеемся, что вы посмотрите это в положении о конкурсе и положении о независимой экспертизе. Они все прописаны. Я бы хотела обратить внимание на то, что в этом году разрешена закупка услуг у самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Раньше это было невозможно. Это то условие, на которое пошла компания «План содействия», потому что действительно в территориях проживания КМНС и в том числе в Сахалинской области услуги покупаются по пошиву костюмов и по изготовлению каких-то таких традиционных музыкальных инструментов. Еще чего-то у мастеров. Мастера обычно это самозанятые индивидуальные предприниматели, поэтому в этом случае эти расходы допустимы. Там нужно обратить внимание на расходы на поездки, там до 30%, которые могут быть потрачены из средств бюджета. Не могут быть средства использоваться на капитальный ремонт и строительство из таких ключевых ограничений, которые могут у вас возникнуть в заявках. И там еще процент по администрированию, когда заявка подается от инициативной группы в партнерстве с некоммерческой организацией, там до 5% разрешается использовать на административные расходы. Но вот в этом случае все ограничения проверены по соответствию формальным критериям, поэтому если вдруг вы что-то заметите, то, пожалуйста, конечно, отметьте нам заявки. Но мы надеемся, что такого не должно произойти. Лина, может быть, если у вас какой-то еще вопрос или комментарий родился уже после моего выступления? Вы хотите что-то добавить? Алло? Да, замолки. Я думаю, что с учетом того, что вы постоянно работаете с нашими благополучателями, скажем так, у них тоже есть понимание правильности восприятия. Первый раз они участвуют и не первый раз они работают. Такое дело, что, вот правильно вы указали, эксперт, они видят, что они заметны только со стороны. То есть реализуемые проекты, да? То есть вас требуют этого проекта с точки зрения, не того человека, который, вот, я сегодня здесь живу, и я хочу, чтобы у меня здесь были люди, которые там вот прямо сейчас говорят о языке. Но такого же не бывает, как бы, да? Мне кажется, что это, которое вы указали, это правильно. Спасибо большое. Коллеги, спасибо большое тогда. Галина, я поняла, что мы с вами договор как связи с лицом закликаем. Спасибо большое, что нашли возможность присоединиться сегодня к нашей остановочной встрече. Я вам очень благодарна. Надеемся на плодотворную работу в короткий период. Если будут какие-то вопросы, то я на связи с вами. Пожалуйста, задавайте их. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.